Здравствуйте! Это программа «Хозяйка судьбы» и я ее ведущая Ника Ганич. Сегодня у меня в гостях чрезвычайно творческий человек. Дизайнер, фотограф, театральный художник Муза Соколова. Девочка с редким именем Муза всегда любила рисовать. В родном Кирово-Чепецке закончила художественную школу, затем художественное училище в Кирове. Работала в Кировском областном театре кукол декоратором и постановщиком. И еще обожала делать кукол своими руками. Эта страсть осталась у нее на всю жизнь. В конце 80-х, вдохновленная творчеством Аллы Борисовны Пугачевой, Муза приехала поддержать любимую певицу. Ну кто же, как не она? Таланты и счастливый случай позволили ей стать художником в театре песни Аллы Пугачевой. Любовь к творческим экспериментам в паре с классическим художественным образованием дают Музе смелость в ее проектах. У нее своя компания, занимающаяся разработками в сфере IT-технологий. Ее особой любовью является книжный дизайн. Сейчас Муза оформляет новый мюзикл Александра Журбина «Мышеловка». Здравствуй, Муза. Привет. Рада тебя видеть. Старую знакомую, землячку. Ну да. Расскажи, пожалуйста, что за мюзикл такой? Над чем ты сейчас работаешь? Это мюзикл, который написал Александр Журбин. Как композитор он написал музыку, имеется в виду, да? Он написал музыку. Режиссер-постановщик Ирина Хуцеева. Это очень интересный проект, потому что это… А как он называется? Мышеловка? Он называется «Мышеловка». Значит, в чем уникальность этого проекта? Это камерный мюзикл «Детектив». Камерный – это значит мало зрителей будет в зале? Да. Зрителей на предпоказе было много. В дом актера, значит, народ ломился. Это было недавно. А на сцене всего восемь актеров. Восемь актеров. И они поют, и никто не знает, кто убийца. Да. Дело в том, что пьеса сама по себе уникальная, и спектакль этот уникален. Он идет в Лондоне с 1956 года. Каждый день. Это по Агате Кристи? Это по Агате Кристи, совершенно верно. И между зрителями лондонцами есть такое негласное правило. Никто не рассказывает, кто на самом деле убийца. И люди все эти годы ходят, и никто не знает, кто убийца до конца действия. Если брать твою карьеру в искусстве, то это просто такой путь, я не знаю, Михаила Ломоносова. Начнем? Давай начнем с того, как ты перешла пешком, что называется. Пришла пешком в Москву, да. Да. Пришла пешком в Москву и попала в театр песни Албайсона Пугачевой. Я в фильме увидела адрес. В каком фильме ты увидела? Пришла и говорю. А ты прямо домой заявилась? Да, я заявилась по знакомому мне адресу. Естественно, все, вот что там, ну, человек, что такое? Я говорю, да вот, у меня я вот хотела передать там, простиночку и все. Меня просто запихнули в этот подъезд, я поднялась. Ну, конечно, конечно, ты летишь там, причем даже я, по-моему, не поехала на лифт, я сбежала там пешком, звоню в дверь, из-за двери голос там, что типа, ну, там, что, кто. Я говорю, Алборисовна, здравствуйте, я вот там, т-т-т-т-т, я, значит, показываю, глазок показываю, открывается дверь. Она говорит, ну да, понятно, что, говорит, тесно, картина, говорит, а мне-то это зачем? И для меня это был вопрос странный, и я так, я смотрю, и говорю, а кому еще? То есть для меня это, для меня, для меня пожить не было, то есть если что-то делать уже, то делать это Пугачевой, понятно? Да, 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 вот. Ну, и потом тоже какое-то время у него где-то на рояле они валялись, до тех пор, пока они приехали. Замечательные ребята-шведы из группы Абба, они случайно увидели эти эскизы у него на рояле, говорят, а что это? Вот шведы-то все и оценили. Да, они увидели, говорят, а что это? Говорят, да это, ну, там, какая-то девочка присылает. Да ладно, говорят, у нас такого не кинет. И все, и тут вот, и тут, и тут, это была такая отправная точка, потому что сразу телеграмма, тогда же телеграммами общались, не было же ни СМС, ни электронной почты, телеграмма. Мы вызываем, театр Пугачев, кстати, где-то у меня телеграмма сохранилась, надо найти, я думаю, что она, да, я думаю, что она выжила через все мои переезды, там номера, телефон, срочно позвоните. Город Кирово-Чепецк. Лето. И я иду на почту звонить, потому что, ну, понятно, да? Я иду на почту звонить, и ощущение, что коридор, потому что я понимаю, что меня там уже ждут. На самом деле, я в тот момент еще училась в училище, и я благодарна Али Борисовне, которая мне сказала, значит, так, заканчиваешь училище, и потом вперед. Вот, но диск вышел, это был диск... Это была обложка диска сначала, да? Это была обложка диска, Алла Пугачева, Уда Линденберг, значит, он вышел, я получила гонорар от фирмы «Мелодия». Это очень смешные воспоминания в этих 80-х, и какие-то вот эти там, что-то 54 рубля, 64 копейки. Ты помнишь? Официально перевод, да. Вот к вопросу, чему я научилась. Я увидела на самом деле вот это... Вот то количество работы, которое мы не видим на экране, вот в этом легком жанре замечательном. И я увидела Аллу Борисовну, которая 14 часов, не выходя со съемочной площадки, идет прогон, идет прогон рождественских встреч, и она 14 часов сидит на этом прогоне, просто не отходя там, не в туалет, ничего. Это фантастическая история. Это то, что не видит зритель, да? Это то, что не видит зритель. Мы все видим и жаждем каких-то подробностей личной жизни, друзья, любовники и все, но мы никто не понимаем, какая за этим стоит работа и какой силой должен быть человек, чтобы толкать этот паровоз. Полгода не балует солнцем погода, И души застыли под коркою льда. И видно, напрасно я жду, не дохода, но все-таки я допою до конца все нужные ноты давно. Была очень смешная ситуация на, как раз на съемке. Монтировались, ну, понятно, это, спор, олимпийские, там, 30 метров высоты конструкции, на которые монтируется декорация описанная. То есть это такие задники, дома, там что-то такое. Я смотрю, что монтировщики наверху неправильно привязывают, а, понятно, там же времени очень мало, и я не понимаю, как им передать наверх, туда на 30 метров высоты, как им передать, что, ребята, вязку просто надо. Они не видят, они же видят декорацию задней стороной. Да. Отрывать кого-то, не хуй, я... И что? Я полезла по лесам наверх на высоту 24 метра. Это Курбик, да. Вот, и тут я слышу, идет репетиция внизу, там все нормально. Ты слышишь такая, внизу пауза, и голос он бросил. Снимите ее оттуда, она же сейчас... Она переживала. У тебя классическое художественное образование, абсолютно. То есть ты умеешь рисовать картины. Я умею рисовать натюрморты. Натюрморты, да, чему учили. Я умею рисовать чайники там. После классического такого художественного образования, театр, шоу-бизнес, и дальше как... Театр был всегда. Всегда, да? Театр был всегда, театр начался еще в Кирове-Чепецке. У меня папа, он был артист, человек театральный, занимался в театральной студии. Я тоже пришла в театральную студию, но только, так сказать, пионерский состав. Но в артистки я не пошла. Я сыграла в паре спектаклей. И поняла, что не твое. И ушла в художники-постановщики. С кем ты работала? Расскажи, какие самые интересные работы пришлось тебе оформлять, делать. Искусство театрального художника – это синтез всех твоих знаний и всех твоих умений плюс технологии. Это сейчас, да? Это всегда. Всегда. Просто технологии меняются. А, точно. Потому что если ты просто художник, у тебя технология простая. У тебя есть холст, масло, либо у тебя есть там афортный станок, бумага и все, что полагается. А в театре твой инструмент – это пространство сцены. И как ты управляешь этим пространством сцен, в котором еще и люди как-то должны жить. Причем жить не просто там, как они себе хотят, а так, как хочет режиссер. Театр – это очень коллективное искусство. Ты подчиняешься замыслу режиссера или ты привносишь какие-то вещи, ты предлагаешь людям? Это происходит по-разному. Это происходит по-разному. Либо это совпадение с режиссером и следование его концепции. Либо это такая игра в пинг-понг. То есть мы начинаем бросать друг другу мячик. Режиссер мне дает какую-то свою концепцию и какое-то видение. И я им говорю, а здесь можно вот так. Например, так мы работаем с Ириной Хуцеевой, с главным режиссером театра Камерного молодежного театра. И мы с ней поставили за последнее время несколько спектаклей разных. Это и «Скамейка» по Гельману, и «Винни-Пух» детский спектакль. Причем никуда ты не уйдешь от детских тем. Но детство должно быть с нами всегда, потому что в нем на самом деле очень много черпает человек. ПЕСНЯ Ну вот в твоем же детстве не было компьютерных технологий. Ты же стала видео-арт-художником. Никто не понимает, что такое арт-видео-арт. И вообще арт ли это? Когда на какой-то панели, значит, крутится неимоверно интересная, завораживающаяся тебя картинка. Она тебя вовлекает, и ты вот как завораженно на нее смотришь. Но это искусство? Искусство – все, что создано художником. И неважно, какой инструмент он использует. Да? Да. Это все инструменты. Меня очень всегда чуть-чуть, может быть, огорчает непонимание людей простой вещи. Что все эти компьютерные технологии, все эти байты, килобайты и прочее – это всего лишь инструмент. Всего лишь инструмент для вашего творчества. На сегодня технологии развелись настолько, что вы можете телефоном обычным… Да, да, да. Снять художественный фильм. Снять художественный фильм, сделать фото-выставку. У вас всегда, на сегодня у вас в кармане есть инструмент, который поможет вам выразиться. Компьютерная графика, ну не графика, а компьютерный дизайн, компьютерный видеоарт, театральные декорации и куклы. Кукла – это тоже способ запечатлеть некий образ, который тебе там, ну не знаю, был дорог или просто вот, ну просто вот мусил тебя в какой-то момент, и тебе надо от него избавиться. То есть ты его из головы, это портреты определенных людей или есть собирательные образы. Ну, а с собой вы принесли сегодня куклу? Да, одну. Одну? Да. Давайте посмотрим. Давайте. Так, а кто это? Ну, это такая кукла Маша. Кукла Маша – это девочка? Кукла Маша, да. Девочка Маша, вот у нее ботиночки, ботиночки, причесочка. Но у Маши так уже лет 15. 15. Подросток уже Маша. Подросток Маша, да. Уже даже 15 лет назад. Да. Сколько времени уходит на создание куклы? У меня в основном на куклы уходит порядка двух-трех недель. На самом деле на сегодня мир немножко сошел с ума по куклам. Видимо, у всех проблемы. С головой по этому поводу у всего мира. И человечество очень интересуется этой темой сейчас. И поэтому, естественно, на спрос возникают предложения, любые материалы, любые технологии и прочее. Я их все… Изучаешь? В основном. Нет, я их все знаю и, в принципе, беру для себя тоже. Но каждая кукла, каждый образ требует какой-то, на самом деле, своей технологии. Такое имя у тебя, Муза. Вот ты, Муза, для кого? Скажи, как складывается твоя личная жизнь? Какая у тебя тут вот история? Или ты не рассказываешь никому своих историй? Личная жизнь художника – это вообще очень сложная штука. Потому что художнику, а особенно женщине, всегда нужно выбирать между… Ну, это такая фраза… Фраза, конечно, банальная, но, тем не менее, это правда. Нужно выбирать между профессией и личной жизнью. Я с тобой согласна, да. Любой художник, любой художник – это одиночка. Кто твоя семья? Расскажи мне. Я знаю, что у тебя есть уникальные личности в твоей семье, которые играют на сцене Большого театра. Старшенькая балерина. Уникальная собака. Собака, которая… Да не собака она, она такса. Человекообразное существо, которое называется такса. Единственная собака в мире, которая танцевала в балете. Я очень дружна была, собственно говоря, и сейчас дружна с Натальей Косаткиной и Владимиром Василевым. Я работала у них в театре, занималась дизайном, фотографией. У меня была страсть снимать балет. В 11 лет я снимала балет. Ну и когда у меня появилась собака, совершенно случайно она попала на съемку, потому что ее не с кем было оставить дома. И в какой-то момент Наталья Косаткина мне говорит, муза, надо как-то ее использовать. Я говорю, что значит использовать? Нет, но она должна танцевать в балете. Я говорю, ну пожалуйста, поставьте ей хореографию. Вы же тут хореография, не я. И на этом разговор закончился. Через некоторое время ставилась новая версия балета «Спартак». И Наталья Дмитриевна вспомнила и сказала, говорит, муза, нам нужна нюня в балете. Я говорю, ну не вопрос, мы придем. Мы пришли на репетицию. Я говорю, давайте попробуем, потому что я не знаю, как она себя будет вести, как-то надо с ней договаривать. Что собака в «Спартаке» танцевала? Объясни мне. Собака танцевала роль, которая называется «Собака диктатора Сулы». А-а-а, как глубоко-то. Ну-у-у-у. На самом деле, таксообразные собаки, чтобы я сейчас беру исторический экскурс, таксообразные собаки были на древнеегипетских фресках. Ну, понятно, что они были там у фараонов. Да, были и были. И мы решили эту идею проиллюстрировать в балете. Значит, у нее собственный выход. Она выходит со своим партнером, хозяином по спектаклю. На руках? С диктатором Сулы. Нет, они выходят. Значит, у нее костюм, у нее шикарное колье с рубинами, золотой поводок. А она выходит встречать гостей перед приемом. И потом участвует в сценах древнеринского разврата. Слушай, подожди. Как она знала, куда идти? Вот эта история. Ну, как она знала? Собака всегда знает, куда ей идти. Она идет рядом с хозяином. Ей говорят, рядом показ, и она идет. А как она участвовала в сцене древнеринского разврата? Есть фотографии, я просто могу это показать. Боже мой, неужели? Да. Но самая смешная сцена была в финале. Потому что в балете всегда очень интересны поклоны. Да, да, да. И вот на поклон она выходила с мечом в зубах. И так прохаживалась над оркестровой ямой. Мы всегда боялись, что у нее меч этот упадет. У нее меч в зубах был. В зубах меч. Никто ее, на самом деле, никто ее не учил. Она почему-то поняла, что ей это нравится. Она была просто в честь балерина. Наверное, наверное. Она поняла, что ей это нравится. И она будет это делать. Причем был случай на гастролях. На гастролях взяли еще одну собаку. Конечно, мы с ней не поехали, потому что у меня были свои дела. Решили, ну что там, собачка тоже так же пройдет. Сейчас. Не все такие талантливые. Собачка, которую взяли в городе Киеве, сорвалась со шлейки, рванула куда-то в кулисы. И диктатор Сула, который выходил вот на таких катурнах, побежал на четвереньках за ней в эти кулисы. Есть еще младшая собака. Младшая собака. Младшая собака легенда Гамлетовна. Легенда Гамлетовна. Легенда Гамлетовна. Очень смешное имя. Да, маму у нее звали Лолита. Лолита. Я говорю, а почему ее зовут Легенда? Я говорю, ну у нее папу зовут Гамлет. Ну и что? Я говорю, а маму Лолита? Все говорят, понятно. Я говорю, фамилию вам сказать? Их всех. У них еще и фамилия есть. Я говорю, фамилия есть, конечно. Ну а какая фамилия? Буси Вафа. Легенда Гамлетовна у нас красотка. Она ходит по выставкам, рожает детей. Ну и летом на даче охотится. Вот ее основные, так сказать, основные жизненные установки. И все могут, все люди, которым почему-то это не нравится, могут, в общем, забыть все свои претензии. И понимать, что это нужно только ей. С ней была история замечательная. На выставке идет монопородная выставка. Монопородная выставка – это одни таксы. Одни таксы. Огромный зал, одни таксы всех размеров, всех цветов, всех окрасов, всех шерстных покровов и прочее. Ну как там. Проходит по крову судья международной категории, всех, значит, дает всем оценки. Остаются две собаки. Легенда Гамлетовна и еще одна. Значит, ту собаку отправляют. Это значит, что все более низкие оценки уже получили, а остались мы. Я уже внутри себя понимаю, что мы первые. Тут происходит следующее. Судья международной категории говорит, делает паузу, говорит, вот, посмотрите, как должна выглядеть настоящая сука. СМЕХ Что для тебя успех? Успех – это ощущение, это очень странное ощущение, что ты держишь свою жизнь за… То есть, это ощущение вожжей в руках. Что ты сам управляешь своей жизнью. Что ты, да, что ты не рулишь процессом, конечно, а что ты управляешь, управляешь собой, управляешь каким-то делом, которое тебе важно в данный момент. А что важнее для тебя – быть признанным или успешным? Ну, художником, человеком. Я думаю, что успешным, конечно. А деньги вот в этом рейтинге на каком месте? На третьем. А на первом, втором что? На первом правильное самоощущение, на втором ощущение команды для меня, потому что я все-таки занимаюсь таким, хотя я и одиночка по своим, это ощущение команды. Ну, команду создаешь, выбираешь ты. Да, но ты за нее отвечаешь. То есть, это, скорее всего, даже ответственность за тех людей, которые рядом с тобой. А с людьми ты быстро сходишься? Да. А твой круг – это кто? Это странный подбор, скажем, персонажей. Для кого странный? Для кого? Ну, для стандартного… Обычного обывателя. Для обычного стандартного обывателя. Ну, ты смотришь, оборачиваешься на обывателя? Нет. Нет? Тогда что же такого? Ну, в принципе, мой круг – это те люди, с которыми мне комфортно, с которыми мне интересно. И которые, не скажу, что дают мне там что-то многое, все, а те люди, которым я могу что-то дать и чем-то могу помочь. Конфликт с коллегой – это какой конфликт? Конфликт чего? Конфликт с коллегой – это, если он бывает, то это, скорее, непонимание каких-то тонкостей процесса и непонимание, может быть, задач, либо непонимание чисто технические по процессу. Ты уступчивый человек? В зависимости от контекста. Ох. А тебя можно назвать хозяйкой твоей судьбы, своей судьбы? Надеюсь, что да. Почему? Почему надеюсь? Или почему можно? Потому что последним, последним, а может быть и первым принципом, по которому я иду в ту или в другую сторону, это все равно мое внутреннее ощущение пути. Интуиция? Наверное. Спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришла. Я тебе желаю множества самых разнообразных проектов, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. У нас в гостях была художница Муза Соколова. Увидимся скоро, счастливо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok